Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. Здравствуйте! В студии Виктория Царёва прямо сейчас о последних событиях в стране и в мире. Отменят книгу жалоб и право на возврат товара в течение шести месяцев. Министр экономики рассказал о мерах по дебюрократизации. Руководители учебных заведений могут подавать заявки на строительство или ремонт санитарных узлов. На Ближнем Востоке продолжаются столкновения между Израилем и сектором газа. Из-за инфляции и обесценивания иены по отношению к доллару Японию наводнили туристы из США, которые приезжают ради шопинга. Органы антикризисной ячейки, созданные на уровне Министерства внутренних дел, готовят планы поддержки молдавских граждан в Израиле и секторе газа, от которых поступили запросы на возвращение на родину. Напомним, межведомственная группа была создана по указанию премьер-министра в рамках заседания правительства 11 октября. С момента начала военных действий на Ближнем Востоке в адрес молдавского МИДа поступило свыше 250 заявок от желающих вернуться в Молдову. Свыше 330 граждан вернулись в страну регулярными рейсами, передает МВД. Кризисная ячейка определит оптимальные и безопасные пути возвращения граждан, желающих вернуться в Республику Молдова. Ответственные лица свяжутся с правительствами соседних с Израилем стран Кипра и Египта через правительственные, а не только дипломатические каналы, для переселения по необходимости граждан в случае, если возвращение в Республику Молдова не будет возможным напрямую воздушным путем. Власти Молдовы также рассматривают возможность оказания помощи гражданам Израиля, выбравшим нашу страну в качестве местоубежища. С начала конфликта в Республику Молдова въехали более 600 граждан Израиля. До сих пор никто из них не обращался за помощью к государству. В МВД отметили, что больше информации граждане могут получить на сайтах посольств Молдовы в Израиле, правительства МВД или на специально открытых горячих линиях. Молдавские власти ищут иностранных инвесторов, которые могли бы внести свой вклад в модернизацию международного аэропорта Кишинева. Об этом написал на своей странице в соцсети министр инфраструктуры Андрей Спыну, который отправился в Германию и пообщался с представителями аэропорта Мюнхена. На своей странице в соцсети Андрей Спыну подчеркнул, что аэропорт Мюнхена предлагает лучшие в своем классе решения для всего жизненного цикла аэропорта, включая консалтинговые услуги, разработку генпланов и проектирование, эффективную устойчивую работу объектов, а также интегрированное управление аэропортом. Аэропорт Мюнхена является одним из важнейших узловых аэропортов Европы и входит в десятку лучших аэропортов мира. Компания управляет такими аэропортами, как аэропорт Софии в Болгарии, терминал А аэропорта Нью Арк в США и другие. Мы обсудили наши планы по модернизации инфраструктуры аэропорта Кишинева, улучшение обслуживания пассажиров, расширение пропускной способности терминала, привлечение новых авиакомпаний и увеличение количества международных маршрутов. Следует отметить, что общественное внимание к единственной воздушной гавани приковано не только в СМИ, но и в экспертном сообществе. Тут мнения звучат неоднозначные. Одни говорят, что Кишиневскому аэропорту нужны иностранные инвестиции и объект следует отдать в концессию. Другие видят в этом попрание национальных интересов. Знаете, я проблем в этом не вижу, потому что то, что до этого было с аэропортом, связано с тем, что инвестор был недобросовестный и несерьезный. Если у Молдавского поединка получится найти администратора аэропорта на уровне аэропорта Мюнхена, то есть серьезные инвесторы, которые серьезным бизнесом занимаются, то я об этом проблем не вижу. Я думаю, что аэропорт Кишинева не так притягателен для серьезных инвесторов. Изначально интерес был исключительно политический. Нужно было ударить по той организации, которая приносила выгоду их главному политическому оппоненту. Соломов куда бедно, но скорее неплохо функционировал до того времени. Ну а после возникал уже вопрос экономического плана. Как этой махиной руководить? Кишиневский аэропорт под руководством Авиаинвест приобрел такой, скажем, очень хороший, респектабельный вид. Он был модернизирован. Я знаю, что аэропорт участвовал в нескольких европейских конкурсах и занимал какие-то призовые места. Если это серьезная компания, то она, наверное, должна подумать, стоит ли в такой ситуации ввязываться во всю эту историю. Потому что действительно суд может решить все в пользу Авиаинвест и вернуть, как говорится, все в обратную сторону. Конечно, и республика Молдова может попасть в неприятную ситуацию. И та компания, которая возьмется за управление Кишиневским аэропортом. Это стратегический объект страны. Мы себе создаем игольное ушко, которое было у нас единственное для выхода, как и журналистский порт. Мы его отдаем кому-то. Я это не могу понять. Например, с американцами. Они не отдают стратегические объекты. И не только американцы. Все страны, которые заботятся о своей независимости и развитии своих государств, они стратегические объекты не отдают. Напомним, Кишиневский международный аэропорт вернулся под государственное управление в ноябре прошлого года решением Кишиневской апелляционной палаты. В свою очередь, компания Авиаинвест подала жалобу в стокгольмский арбитражный суд, требуя компенсации в размере 855 миллионов евро. Для защиты демократии в стране власти должны пользоваться более жесткими мерами. Об этом заявила президент Майя Санду в эфире частного телеканала, комментируя решение Конституционного суда, который признал неконституционным закон, лишавший некоторых членов объявленной ранее неконституционной партии право участвовать в выборах. Для примера, Майя Санду привела судебные тяжбы в рамках дела о краже миллиардов, в результате которых лишь через 10 лет появился первый приговор. У меня вопрос к тем, кто проголосовал за это решение, как защищать демократический процесс, учитывая реалии Республики Молдова, и как работают в ней учреждения, потому что, повторяюсь, через 10 лет будет слишком поздно спасать демократию в Республике Молдова. Я говорила об этом и повторюсь, ты не можешь играть в шахматы, когда Россия играет в боксерских перчатках. Мы должны быть сильными и защищать демократию и государственность. Молдова будет и дальше укреплять свою обороноспособность и в перспективе наращивать расходы на данную отрасль, утверждает также Майя Санду. Сектор обороны игнорировали на протяжении последних трех десятков лет, и это отношение в итоге показало себя полностью безответственным. У нас получилось увеличить бюджет на этот год, и, естественно, мы приложим усилия для того, чтобы увеличить бюджет и в последующие годы. Но в то же время нужно отметить, что нам оказывают существенную помощь со стороны большого количества партнеров. Существует эта платформа мира в Евросоюзе, относительно новый механизм, посредством которого Республика Молдова пользуется важными ресурсами. И из переговоров, которые я провела с иностранными партнерами, я поняла, что эта поддержка продолжится и в дальнейшем. Комментируя вопросы экономического характера, Майя Санду заявила, что хотела бы, чтобы Молдова привлекала больше инвестиций из внешних источников, особенно из Румынии. В связи с этим президент напомнила и о зерновом коридоре из Украины через территорию нашей страны в Румынию, в том числе и в порт Джурджулешты. Рассказала глава государства и об ожиданиях от предстоящего саммита платформы по поддержке Молдовы в Кишиневе. Насколько я знаю, правительство будет говорить о росте расходов экономики из-за войны. Будет затронута тема того, насколько сильно пострадала экономика, а следовательно и доходы бюджета. Будут говорить об экономическом развитии в последующие два года. Этот саммит будет не только про насущные потребности, но и про среднесрочное развитие Республики Молдова. И какие есть для этого потребности. Из того, что я знаю, будет проведена развернутая презентация проектов, которые касаются энергии и особенно энергетической эффективности. Напомним, четвертый раунд саммита платформы по поддержке Молдовы пройдет в Кишиневе 17 октября. Участие в платформе поддержки Молдовы подтвердили главы дипломатических миссий Франции, Германии, а также министр иностранных дел Румынии. Об этом сообщил официальный представитель правительства Данил Воды. По его словам, дискуссии будут вестись по двум направлениям. Речь идет о создании инфраструктурного фонда, который Молдова создает для модернизации дорог в сельской и городской местности. А также о мобилизации бизнес-среды для участия в крупных инфраструктурных проектах. Осталось всего несколько дней до платформы поддержки, которая будет организована правительством Республики Молдова 17 октября во Дворце Республики. В ней примут участие представители более 30 государств, международных и финансовых организаций, а наша страна расскажет о возможностях развития. Также Воды сообщил, что дискуссионные панели будут организованы по нескольким темам, включая возможности развития, стимулирования экономического восстановления Республики Молдова, а также подготовку к вступлению в Европейский Союз. Помимо программы, на полях мероприятия будет подписан ряд документов. Эта платформа является прекрасной возможностью собрать в двустороннем порядке государств участников, международные организации, в том числе и семьи ООН, а также международные и европейские финансовые структуры, чтобы обсудить совместные проекты развития. Также будет обсуждаться создание фонда энергетической безопасности или фонда возобновляемой энергетики, что позволит ускорить переход на зеленую энергетику и обеспечить энергетическую независимость страны. Для голосования на всеобщих местных выборах 5 ноября будет открыто 1958 избирательных участков. Большинство из них, а именно 305, будет открыто в первом округе. Это Кишинев и пригороды. В Аргеевском районе предусмотрено 83 участка, в Унгенском районе – 78, в Сорокском – 74 и во Флорежском – 71. Меньше всего участков для голосования откроются в Бессарабском и Дубосарском районах – 15 и 14 соответственно. Проверить, к какому участку вы относитесь, можно на сайте verifika.check.md. Напоминают в Центр-Избиркоме. Для этого нужно выбрать рубрику «Узнай, где голосовать» и ввести адрес прописки. Никогда в истории Республики Молдова не было такого злоупотребления административным ресурсом, как в случае с правящей партией. Об этом заявил председатель коалиции «Единство и благосостояние» Игорь Мунтяну. Ранее с подобными обвинениями в публичном пространстве выступили и представители партии «Гражданский конгресс». Председатель коалиции «Единство и благосостояние» Игорь Мунтяну выпустил видеоролик, в котором объяснил, как, по его мнению, во время передвыборной кампании нарушаются демократические стандарты. Есть два момента, где это происходит чрезмерно. Во-первых, полноценное участие правительства Ричана в этой избирательной кампании. А во-вторых, использование национальных фондов и программ как своего рода выгоды, которые правящая партия предоставляет своей политической клиентуре. А кандидат на должность генерального мэра столицы от партии «Гражданский конгресс» Михаил Полянский ранее подчеркивал, что партия действий «Солидарность» зайдет за некоторые красные линии. «Приступая к какие-то красные линии регулярно, используя административный ресурс, при этом рассказывая про то, что они не допустят использования другими административного ресурса, могут снимать кого-то, могут изменять законодательство на глазах, могут решениями чрезвычайной комиссии что-либо менять в разрез законодательству. Это да. Она в этом плане, правящая партия, опасна. Она несет угрозу обществу, она несет нестабильность обществу». Тем временем, председатель правящей партии Игорь Гроссу призывает волонтеров присоединиться к команде ПДС, чтобы помочь им в избирательной кампании. Мы продолжим внедрять европейские проекты по всей Молдове. Для этого нам нужно как можно больше европейских мэров, которые знают, как привлечь фонды ЕС в свое сообщество и могут это сделать. «На местных выборах 5 ноября мы должны убедить как можно больше людей проголосовать и выбрать команду европейских мэров. Мы будем ходить по домам, разговаривать с людьми и убеждать их, что Европа – это будущее и что ПДС имеет политическую волю и знает, как привести Молдову в ЕС. Нам нужна помощь в кампании, станьте частью команды ПДС, давайте одержим победу вместе». На просьбу о реакции пресс-секретарь ПДС Адриана Влас подчеркнула, что политформирование не использует грязные методы, как это делают представители старой власти. «Мы выступаем за чистую и прозрачную кампанию. Мы приглашаем конкурентов на выборах больше рассказывать о собственных достижениях, если они у них есть, чтобы граждане могли сделать правильный выбор». Кандидат на должность мэра Кишинёва от партии действий «Солидарность» Лилиан Карп хочет, чтобы город был более комфортным. В ходе брифинга для прессы он отметил, что это желание является одним из приоритетных обязательств команды, которую кандидат представляет. «То, как будут выглядеть наши дворы, зависит от того, как мы голосуем каждые четыре года, а потом администрация города приводит дворы в порядок. Я думаю, что вы, как и я, устали от проектов всего мира, пока наши дворы остаются заброшенными. Поэтому мы начнём с реабилитации подъездов и дворов, сделаем больше дворов безопасными и комфортными. Наш комфорт зависит от нас, наш комфорт зависит от голосования 5 ноября». Лилиан Карп также сообщил, что, будучи мэром, он будет ежегодно выделять жилищным ассоциациям 100 миллионов лейф на реабилитацию дворов, обустройство парковок и детских площадок и так далее. Платформа «Да» вместе со своим кандидатом на пост мэра столицы Виктором Керондо выступила с призывом к проевропейским партиям Молдовы «Сесть за большой стол», чтобы спасти европейский курс страны. Заявления были сделаны в четверг утром на пресс-конференции. В то же время Керондо обвинил Иона Чубана во лжи. Молдова в опасности из-за внешних антиевропейских сил, работающих с местными предателями, которые хотят продать нас своим хозяевам. Россия хочет помешать нам на европейском пути, и я спрашиваю самопровозглашенного проевропейца Ивана Чубана, согласен ли он с этими заявлениями. «Можете ли вы также сказать нам, какова ваша позиция по этому заявлению, господин Чубан? Иван Чубан – это тот человек, который скажет что угодно, лишь бы заставить нас поверить, что он в одночасье стал европейцем». В ответ советник Иона Чубана по связям с общественностью Наталья Иксарь подчеркнула, что некоторые кандидаты просто пытаются привлечь к себе внимание. Есть 28 кандидатов и 35 партий со списками советников. Всего в списке более 60 претендентов. Каждый хочет привлечь к себе внимание, как только может. Их цель – кидать всякую грязь и манипуляции, потому что больше они ничего не умеют. МАН работает для людей. Книга о жалобе и предложении – бесполезный документ, который ничего не дает, кроме создания предпосылок для новых случаев коррупции. Об этом заявил министр экономического развития и цифровизации Думитро Алайба в ходе пресс-конференции, представив несколько законопроектов по дебюрократизации. Одно из изменений, которые мы предлагаем сегодня – это отмена этой книги жалоб, поскольку контактная информация в эпоху цифровых технологий и с учётом новых изменений в работе любого современного государства не требует такого обязательства от предпринимателей. Возможно, это имело смысл в 80-х, может быть, в 90-х, но не в 2023 году. В то же время, по словам главы Минэкономики, предприниматели также получат некоторые преимущества в работе с потребителями. В определённых ситуациях мы продлим срок с 14 дней до максимума 30 дней для ремонта или замены товара продавцом. Это необходимо для того, чтобы время, отведённое на исправление продукции, было разумным, реалистичным и достаточным. Мы исключим право потребителя на возврат товара в течение первых шести месяцев с момента покупки, независимо от серьёзности поломки. Эта норма давно отменена на уровне Евросоюза, посчитав её несоразмерной и вызывающей определённые злоупотребления. Напомним, в ходе заседания в среду правительство подготовило новый пакет нормативных актов по сокращению бюрократии в таможенной и налоговой сферах. По словам Домитру Алайба, одобренный законопроект облегчит активность бизнес-среды, а предприниматели сэкономят около полумиллиарда леев ежегодно или 0,2% ВВП. Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля представил подробную информацию о положении об организации и работе комиссии по лицензированию импорта зерна из Украины. Положение разработано на основании решения комиссии по чрезвычайным ситуациям. Подлежат лицензированию и составляют объект регулирования настоящего регламента следующие продукты – пшеница, кукуруза, даже измельчённые семечки, за исключением продукции, предназначенной для посева. Перед этим брифингом мы подписали разъясняющее письмо для таможенного департамента Республики Молдова, в котором сообщаем, что эти положения не имеют последствий для импорта фасованных видов, предназначенных для потребления человеком. Речь идёт о фасованной пшенице, фасованного подсолнечника. По словам Владимира Боля, право на получение лицензии будут иметь только экономические агенты, осуществляющие экономическую деятельность в следующих сферах. Животноводство, производство препаратов для кормления домашних животных, производство мукомольных продуктов, производство масел и жиров. Лицензия на импорт выдается на каждую импортную операцию. Экономические агенты обращаются за лицензией, к которой прилагают следующие документы. Копия выписки из государственного реестра юридических лиц или свидетельства о регистрации крестьянского хозяйства. Копия удостоверения личности законного представителя, к которому осуществляется доступ при подаче заявления. Иные подтверждающие документы предусмотрены настоящим положением. После подачи документов не более чем через пять дней комиссия проведёт ряд проверок в отношении заявителя. Более пяти миллионов леев выделил Кабмин на компенсации пострадавшим во время июльской непогоды. Напомним, тогда во время проливных дождей, сильного ветра и града пострадали здания, автомобили и сельхозугодия в 11 районах страны, а также в столице и Бельцах. Более двух миллионов леев будет выделено на капитальный ремонт крыши детского сада в комуне Сарата-Галбана Ханчешского района. И 197 700 леев на реконструкцию крыши галереи гимназии в селе Черепке у Флорежского района. Также будет отремонтирована крыша столовой местной гимназии. В связи с этим правительство распределило более 660 тысяч леев. Ещё 2 миллиона 700 тысяч леев будет выделено на капитальный ремонт крыш зданий Центра общественного здоровья Единиц. Отметим, в июле этого года непогода нанесла удар по Единицкому, Фалежскому, Рыжканскому, Гладянскому, Сарокскому, Криолянскому, Ханчешскому, Штефанводскому, Еловенскому, Окнецкому, Дрокиевскому районам, а также муниципиан Кишинёв и Бельце. В этом году будет экспортировано почти на 18% больше винограда, чем в прошлом. Такие данные приводит Министерство сельского хозяйства. Ведомство приводит отчёт таможенной службы, согласно которому с июля по октябрь было экспортировано около 15 тысяч тонн на общую сумму около 9 миллионов долларов. Экспорт по группам рынков выглядит следующим образом. Рынок СНГ около 7 тысяч тонн 48% по цене 47 центов за килограмм. Рынок ЕС около 7 тысяч тонн 47% по цене 74 цента за килограмм. И другие страны 0,8 тысяч тонн 5% по цене 54 цента за килограмм. Основными направлениями экспорта винограда являются Румыния около 5 тысяч тонн или 33% при цене за килограмм 64 цента США. И Российская Федерация 3000 тонн 21% при цене за килограмм 40 центов США. В Минсельхозе подчеркнули, что география экспорта также значительно расширилась. Сейчас поставки осуществляются в 25 стран мира, включая новые направления, такие как Сербия, Нидерланды, Гонконг, Кыргызстан. Напомним, что молдавские виноградари получили право экспортировать виноград на европейский рынок без налогов и квот, при условии, что продукция соответствует требованиям качества и безопасности страны назначения. Внешние партнеры в демократическом мире помогают нам больше, чем когда-либо. Так, с августа 2021 по 2023 год Республика Молдова получила пожертвования от внешних партнеров на сумму более 8 миллиардов леев, что в два раза больше, чем за 9 лет правления коммунистов с 2001 по 2009 год. Об этом на своей странице в Телеграм написал депутат ПДС Раду Мариан. Деньги были предоставлены на компенсацию счетов, ремонт детских садов и школ, ремонт дорог и многое другое. Открытие ЕС, Румынии, США и всех внешних партнеров беспрецедентно для Молдовы. Именно поэтому важно необратимо идти по европейскому пути, голосовать за проевропейских мэров и привести домой европейские условия жизни. Потому что внешние партнеры из свободного мира поддерживают нас каждый раз, когда мы показываем, что идем по правильному пути. Депутат ПДС Раду Мариан также утверждает, что утверждение о том, что при проблении ПКР Молдова получало больше грантов от внешних партнеров, чем при правительстве ПДС, является ложью. 54 предпринимателя, одобренные для финансирования Организации по развитию предпринимательства, получат гранты для инвестиций в развитие, модернизацию, оцифровку или экологизацию своего бизнеса. Финансовая поддержка составит от 200 тысяч до 600 тысяч леев. Соответствующую информацию учреждение опубликовало на своем сайте. Финансовая поддержка будет реализована в рамках государственных инструментов. Программы цифровой трансформации МСП, программы Стар для молодежи, программы привлечения денежных переводов в экономику ПАРЭ 1+,2, программы озеленения МСП и программы повышения экспортной конкурентоспособности и интернационализации МСП. Общий объем безвозмездного финансирования составляет около 13 миллионов леев. Средства предоставлены из государственного бюджета или выделены Европейским Союзом и Всемирным банком. Согласно пресс-релизу Организации по развитию предпринимательства, из общего числа новых бенефициаров 28 работают в сельской местности, а 26 в городах. Из них 33 предприятия управляются молодыми людьми и 19 женщинами. Учреждения напоминают, что подача проектов на получение безвозмездной поддержки осуществляется на постоянной основе. Более подробную информацию можно найти на сайте oda.md или позвонив в колл-центр по телефону 022-2257-99. Европейский Союз инвестирует 500 тысяч евро через программу развития ООН для установки фотоэлектрических панелей общей мощностью 600 кВт на крышах пяти больниц. Они расположены во Флорештах, Неспаренах, Штефанводы, Кокольском и Каларажском районах. По словам некоторых руководителей медучреждений страны, альтернативные источники сильно упростят и удешевят работу больниц. Абсолютно всё в лаборатории работает от электричества. 80% оборудования работает и ночью, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, потому что у нас есть ещё аварийная лаборатория, которая тоже работает ночью. Вот почему я говорю вам, что солнечная электроэнергия для больницы очень хорошо, великолепна. Кроме того, программа обеспечивает поддержку переноса третьего энергетического пакета ЕС как в первичное, так и во вторичное законодательство, а также перенос ряда директив и постановлений пакета «Чистая энергия» для всех европейцев, которые касаются энергоэффективности зданий и возобновляемых источников энергии, надлежащего управления и проектирования рынка электроэнергии отмечается в пресс-релизе ПРООН в Молдове. На 24 бана подешевеет в пятницу бензин и на 17 банов дизельное топливо. Об этом сообщает Национальное агентство по регулированию в энергетике, которое установило предельные расценки на розничную торговлю топливом на 13 октября. Так, литр бензина марки А95 будет стоить 24 лея 28 банов. Тем временем дизельное топливо обойдется автовладельцам в 23 лея 89 банов за литр. Министр обороны Анатолий Насатый принял участие в заседании группы «Рамштайн» – контактной группы поддержки Украины. Представители более 50 стран НАТО и стран-партнеров Альянса собрались в Бельгии. На своей странице в соцсети Насатый отметил, что в ходе мероприятия официальные лица обсудили кризисную ситуацию и вызовы безопасности, с которыми сталкивается Украина. Он отметил, что Молдова участвует в этом заседании как наблюдатель. О других событиях в рубрике «Короткой строкой». Молдавские пограничники провели на границе с Румынией и Украиной в январе-сентябре 1782 совместных патрулирования. Совместно с румынскими коллегами проведено 683 патрулирования, а с украинскими – 1099. Цель патрулирования – борьба с трансграничной преступностью во всех ее формах, с незаконной миграцией. Патрулирование проводится до 10 километров внутрь приграничной зоны государств. Осуществляется контроль, как правило, на автомобилях, но есть патрули и на катерах. Министр образования Дан Перчун провел встречу с госсекретарем Северной Каролины Элейн Маршал. Находящейся с рабочим визитом в Кишиневе, чиновники обсудили стратегическое партнерство между странами, а также возможность разработки новых совместных проектов в сфере образования. На встрече присутствовал посол США в Кишиневе Кент Локсден. Стороны также отметили партнерство, развивающееся на уровне высшего образования. При этом особый акцент был сделан на важных проектах, разрабатываемых университетами Молдовы. Благоустройство сквера у кафедрального собора близится к завершению. На данном этапе ремонтируются пешеходные аллеи и благоустраиваются зеленые насаждения. На первом этапе проекта в парке была установлена система орошения и общественного освещения, а также система видеонаблюдения. В завершении на аллеях установят новые скамейки и урны. Общая стоимость проекта составляет 14 миллионов леев. Половина суммы покрывается за счет пожертвования, предоставленного Советом уезда Бузеу. Сотрудники таможенного поста Леушины провели проверку микроавтобуса, который следовал из Великобритании в Республику Молдова. Автомобилем управлял 34-летний гражданин Молдовы. В результате детального досмотра транспортного средства была обнаружена партия товаров в коммерческом количестве. Обнаруженные предметы, одежды и обуви не были задекларированы. Товар был изъят и подлежит конфискации. Молдаванин угрозит штраф. Мы прервемся на короткую рекламу, после которой продолжим выпуск. В ста учебных заведениях страны появятся современные санузлы. Министерство образования в партнерстве с ЮНИСЕФ Молдова призывают руководителей начальных школ, лицеев и гимназий до 31 октября подать заявку на ремонт или строительство туалетов. Соответствующий формуляр можно найти на официальном сайте Министерства. 100 учреждений, которые получат полную поддержку для улучшения условий водоснабжения и канализации будут выбраны по итогам конкурса. На реализацию программы, реализуемой при помощи Министерства экономического сотрудничества и развития Германии при партнерстве с ЮНИСЕФ, выделено 85 миллионов леев. Право на воду и канализацию лежит в основе полномочий ЮНИСЕФ. Программа ЮНИСЕФ по ремонту санузлов в школах, которые охватывают более 90 стран и в среднем 3 миллиона детей ежегодно. Необходимо обеспечить каждому ребёнку возможность получить более здоровое и достойное образование. Мы считаем, что доступ к воде и канализации – это не привилегия, а фундаментальное право каждого ребёнка. По данным Министерства образования, на начало текущего года проблемы с доступом к воде и канализации зафиксированы в 178 образовательных учреждениях. У детей должна быть здоровая среда обучения. Доступ к безопасным источникам воды, надлежащим санитарно-гигиеническим услугам. Создание этих условий для каждого ребёнка и ученика в нашей стране – приоритет Министерства. В настоящее время строительство или капитальный ремонт санузлов проводится в 60 учебных заведениях. Все эти проекты будут завершены к концу этого года. Ещё 118 учебных заведений получат в следующем году инвестиции ЮНИСЕФ и Всемирного банка на общую сумму 143 миллиона леев. 10 октября стала последним днём пробной переписи населения и жилищного фонда в Республике Молдова. Об этом объявили в Национальном бюро статистики. Она стартовала 28 августа и охватила 11 населённых пунктов, в том числе сёла и некоторый сектор муниципия. В пробной переписи участвовали только жители ранее обозначенных населённых пунктов, сообщили в НБС. Муниципий Кишинёв, сектора Центр, Рыжкановка, Ботаника, Чеканы, село Колоница. Муниципий Бельцы, город Сорока, село Глинжены, Фалежского района, село Варница, Новоаненского района, село Бутучены, Аргеевского района, село Крихановеки, Когульского района, село Копанка, Каушанского района, города Тараклия, муниципий Комрад. В НБС отметили, что завершённая пробная перепись представляла собой обязательный этап подготовки, запланированный на 2024 год основной переписи населения и жилищного фонда в целях реализации ранее принятого в этом отношении закона. В результате пробная перепись послужила проверкой переписных листов, инструментов сбора данных, задач рецензентов и времени, необходимого для проведения интервью, а также различных аспектов организации обзора. Пробная перепись также помогла лучше понять проблемы и возможные препятствия, а также позволит определить решения по улучшению и оптимизации процесса проведения переписи в следующем году, обеспечив тем самым высокое качество собранной информации. На организацию пробной переписи было предусмотрено около 5 миллионов леев. Футбольный клуб «Шериф» возглавил украинский специалист Роман Пилипчук. Напомним, после крупного поражения в Лиге Европы от Чешской Славии со счетом 6-0, итальянский наставник ОС Роберто Бордин был уволен с поста главного тренера терраспольчан. Согласно пресс-релизу терраспольской команды, до этого 56-летний тренер Роман Пилипчук руководил славянским ФК «Целье», с которым занял второе место в чемпионате, где его команду обогнала лишь Олимпия Любляна. Известно, что в сезоне 2009 Пилипчук тренировал «Кишиневскую дачу». Помимо этого, он тренировал такие команды, как «Московский Спартак», «Ахмат», «Динамо Москва», «Минское Динамо», «Латвийский Спартак», а также был ассистентом тренера сборной «Таджикистана». Что касается нынешнего положения «Шерифа», то в Лиге Европы клуб после двух туров и двух поражений замыкает таблицу в группе «Джи». В местной суперлиге клуб находится на втором месте, отставая от Аргеевского мелосами на два пункта. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху и глава оппозиционной партии «Национальное единство» Бени Ган договорились о формировании чрезвычайного правительства, пока страна ведет боевые действия против Хамас. По официальным данным, в Израиле уже погибли не менее 1300 человек, пострадавших более 3000. По данным Минздрава в Газе, число погибших в результате израильских авиаударов возросло до 1200, сообщает Евроньюз. «В Газу должны быть доставлены жизненно важные грузы, включая топливо, продовольствие и воду. Необходим быстрый и беспрепятственный гуманитарный доступ прямо сейчас». Египет обсуждал США и другими странами доставку гуманитарной помощи в сектор Газа, однако пока что отверг любые меры по созданию коридоров для беженцев, сообщает Иерусалим пост со ссылкой на источники. По данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов, более 260 тысяч палестинцев покинули свои дома в секторе Газа. Единственная там электростанция остановлена из-за нехватки топлива. Министр энергетики Исраиль Каца заявил, что до тех пор, пока боевики не освободят заложников, Израиль не снимет блокаду с сектора Газа. Между тем, судьба приблизительно 150 человек остается неизвестной, а те, кто выжил после нападения, рассказывают свои истории спасения. «На меня напал террорист, когда я пыталась убежать с дороги. Они просто врвались на дорогу. Я увидела, что передо мной и позади меня были террористы. Мне ничего не оставалось, как бежать налево от дороги. Я забинтовала плечо кимоно. Я поняла, что кровь будет идти, и мы знали, что помощь быстро не придет». Между тем, воздушная тревога продолжает звучать по всему Израилю, в том числе на севере в Хайфе. В городе Ашкелон несколько ракет попали в жилые дома и детское отделение больницы. 12 человек получили ранения. В среду Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ сообщило о гибели 11 своих сотрудников. В Европе прошли акции памяти жертв нападения исламистов в Израиле. Руководители основных институтов ЕС собрались на минуту молчания у здания Европарламента в Брюсселе. «Мы здесь с председателем Европейского совета, председателем Европейской комиссии и всеми вами собрались вместе, чтобы выразить нашу солидарность, осудить ужасающие акты террора и убийств и потребовать немедленного освобождения заложников». «Во Франции власти были вынуждены усилить охрану еврейских школ и общественных организаций из-за антисемитских выступлений. Тем временем политики во многих странах Европы и Азии делают заявления с критикой военной операции в секторе ГАЗа среди тех, кто осудил Израиль президент Турции. Непропорциональные удары по сектору ГАЗа, не имеющие никакой моральной основы, могут поставить Израиль в неожиданное и нежелательное положение в глазах мирового сообщества». В свою очередь, крупнейшая по численности населения мусульманская страна Индонезия призвала обе стороны конфликта прекратить огонь и урегулировать противоречия в соответствии с решениями Совбеза ООН о двух государствах для двух народов. «Отчет об упавших в Румынии беспилотниках был завершен и передан в Генеральную прокуратуру. Согласно информации, дроны были сбиты средствами ПВО Украины. Их обломки случайно попали на территорию Румынии», заявил министр обороны этой страны. «Ни в одной из этих ситуаций мы не заметили никаких атакующих намерений. Территория Румынии не была объектом нападения. Воздействие было случайным», заявил Ангел Талвар, сообщая DG24. Более того, румынский министр заявил, что дроны не могли быть замечены системами наблюдения и раннего предупреждения по объективным причинам, связанным с малой высотой полета аппаратов и их неконтролируемым движением. Он также напомнил, что воздействие дронов было невзрывным, поскольку аппараты не имели активного боевого оборудования. Талвар также сообщил, что в этих случаях материального ущерба и жертв не было. Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин в начале 16-го заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе. Очередной транш на 200 миллионов долларов включает боеприпасы для систем ПВО, ракетные, артиллерийские и высокоточные авиационные боеприпасы, а также вооружение для противодействия дронам. Глава Пентагона подчеркнул, что общая стоимость американской военной помощи для Украины с февраля прошлого года выросла почти до 44 миллиардов долларов. В эти выходные в Польше пройдут парламентские выборы, которые не только определят политический курс страны, но и могут оказать серьезное влияние на политику безопасности региона. Жители страны изберут 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов. Согласно соцопросам, ни одна из двух крупнейших партий «Право и справедливости» и «Гражданская платформа» не имеет возможности получить необходимое большинство. Польша находится как бы на железнодорожном разъезде. Либо мы идем в одном направлении, к общей Европе, либо становимся изолированной страной. Поэтому крайне важно, что произойдет на этих выборах. Это наша цель на последние несколько дней избирательной кампании. Чтобы 15 октября мы могли сказать, что Польша возвращается в Европу. Речь идет также о восстановлении верховенства закона в Польше, об улучшении качества государственных услуг. Оно находится на катастрофически низком уровне, когда речь идет об образовании, о здравоохранении, о защите польских предпринимателей. Альянс «Третий путь» рассматривает возможность коалиции как с «Гражданской платформой», так и с «Новыми левыми». Согласно одному из потенциальных сценариев, все эти три партии вместе сформируют новое правительство. Сначала, конечно, мы сядем за стол переговоров с гражданской коалицией и третьим путем. И подготовим план действий, который, безусловно, будет включать в себя восстановление верховенства закона. Мы обязательно будем блюстителями прав женщин разделения государства и церкви. Это ключевые вопросы, которые вывели на улицы сотни тысяч людей, которые напрямую влияют на безопасность, здоровье и свободу людей в Польше. Поэтому мы гарантируем, что это не будет оставлено в стороне, что этим займется коалиционное правительство. В консервативной оппозиции партия «Конфедерация» ее называет потенциальным союзником права и справедливости по коалиции, несмотря на программные различия. Пока такой сценарий в «Конфедерации» исключают. Мы за экономическую свободу, низкие налоги, сокращение регулирования, возможность не отдавать свои деньги в госбюджет. Наши лозунги за предпринимательство – христианские ценности. Мы не видим возможности реализовать наши программные идеи ни с партиями «Право и справедливость», ни с гражданской платформой. Поэтому ожидаем, что после выборов, вероятно, окажемся в оппозиции. Согласно опросам общественного мнения, около 45% избирателей еще не определились с выбором. Хотя результат голосования по-прежнему трудно предсказать, аналитики отмечают, что даже после оглашения его итогов партии ждет очень непростая борьба за формирование коалиции и за сотрудничество внутри нового союза. Лидер словацкой партии «Курс» «Социальная демократия» Роберт Фитцу, получивший мандат на формирование правительства, подписал соглашение с двумя другими партиями о создании правящей коалиции. Согласно договоренностям, его политформирование сможет назначить премьера и шесть министров, что открывает ему возможность вновь стать главой правительства. По условиям соглашения в Калицу войдут курс «Социальная демократия», у которой 42 места в парламенте, «Левая партия Голос» с 27 местами и «Ультра-националистская Словацкая национальная партия» с 10 мандатами. Три партии обязались проводить внешнюю политику, основанную на членстве в ЕС и НАТО, уважая национальные интересы, пишет Deutsche Welle. Фитца во время предвыборной кампании обещал, что в случае его победы Словакия перестанет оказывать Украине военную поддержку и передавать оружие, но сохранит гуманитарную помощь. Фитца ранее уже дважды занимал пост премьера, дата приведения нового правительства к присяге неизвестна. Но Фитца заявил, что надеется представлять Словакию на следующем саммите ЕС в конце октября. Лидер большинства в Палате представителей Конгресса США Стив Скеллис был номинирован республиканской партией на пост спикера. На закрытом партийном голосовании он, как сообщается, с незначительным преимуществом обошел Джима Джордана. Чтобы быть утвержденным на пост спикера, Стив Скеллис должен заручиться поддержкой большинства всей Палаты представителей. Учитывая, что преимущество республиканцев в ней крайне шатко, ему необходимо получить практически единогласную поддержку однопартийцев, передает Евроньюз. Для вынесения вотума недоверия предыдущему спикеру Кевину Маккарти хватило всего 8 диссидентов республиканской партии. Голосование по кандидатуре Скеллиса еще не назначено. Как отмечается, это свидетельствует о том, что он еще не заручился полной поддержкой сторонников проигравшего соперника Джима Джордана. Ситуация в пострадавшем от мощного землетрясения в регионе Афганистана ухудшается. Гуманитарная помощь доходит не до всех населенных пунктов. Сотни людей остаются без еды, запасов питьевой воды и медикаментов. Они также ночуют на улицах, опасаясь повторных подземных толчков. Напомню, что днем ранее в афганской провинции Герат зарегистрировали повторное землетрясение, в результате которого пострадали больше ста человек. Один погиб. Первое разрушительное землетрясение магнитудой 6,3 произошло 7 октября. Число погибших на сегодня приблизилось к 3 тысячам. Береговая охрана США объявила о завершении подъема со дна Атлантического океана обломков батискафа, который затонул в июне этого года во время экспедиции к легендарному Титанику. По информации ведомства, оставшиеся обломки подводного аппарата были подняты на поверхности и доставлены в один из американских портов. Сообщается также о передаче медикам для исследований предположительно человеческих останков. Напомним, информация о потере связи с батискафом Титан появилась 19 июня. Спустя несколько дней были обнаружены его обломки. Все пять человек, находившиеся на борту, погибли. На востоке Индии сверхскорый поезд сошел с рельсов. Погибли не менее четырех человек, около ста получили травмы. Авария произошла в штате Бихар. С рельсов сошло не менее 12 вагонов экспресса «Северо-Восток», который курсирует между столичным регионом и штатом Ассан. Пострадавшие госпитализированы в ближайшие медучреждения. Причины происшествия выясняются. В Японию хлынул поток туристов из США. Дело в том, что иена сильно подешевела по отношению к доллару, и американцам стало еще выгоднее здесь отовариваться. В стране восходящего солнца они скупают все – от продуктов питания до одежды и предметов интерьера. В магазинах в оживленном токийском районе Сибуи американцы, не скупясь, покупают сувениры и другие товары. В США сейчас высокая инфляция, но доллар по-прежнему сильнее иены. Я приехал в Японию из Гавайев, и все мои друзья сюда приехали. Все, кого я знаю, приехали в Японию, поскольку сейчас доллар намного сильнее иены. Туристы говорят, что цены в Японии и США существенно разнятся. Это здорово, потому что здесь все не так дорого, как в США. У нас цены постоянно растут. Из-за разницы в курсе валюты, мне кажется, что здесь все очень дешево. Японская валюта упала в начале октября. Один доллар стал стоить 150 йен. Это самый низкий показатель за последний год. В январе 2022-го доллар стоил 115 йен. Позже Федеральная резервная система США начала агрессивно повышать процентные ставки. Центробанки других стран тоже выбрали эту стратегию для борьбы с инфляцией. В то же время Банк Японии удерживал отрицательную ключевую ставку, чтобы поддержать экономику. В результате иена по отношению к доллару сильно подешевела. Впрочем, такое бывало и раньше. В августе 1998-го доллар также стоил более 140 йен. Старейшая в мире парашютистка, жительница Чикаго Дороти Хофнер, скончалась в возрасте 104 лет. Предположительно, женщина умерла во сне от остановки сердца. 1 октября, в свой день рождения, она совершила прыжок с высоты 4100 метров и попала в книгу рекордов Гиннесса. По словам близких, женщина прыгнула с парашютом не для того, чтобы побить рекорд, а потому что ей так понравился первый прыжок, совершенный в день 100-летнего юбилея, что она просто хотела повторить это приключение снова. Поэтому выпуск завершен. Впереди вас ждет интересная и развлекательная программа, фильмы и сериалы. Хорошего вечера и до встречи в эфире. Вы посмотрели информационную программу, предназначенную в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения.